Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы с вами подошли к 72-му псалму. 72-й псалом. Он посвящен проблеме соотношений страданий праведных с благоденствием нечестивых. Это и другие наши лекции записываются редакцией портала экзегет.ру, и вы можете их посмотреть на сайте Московского Средницкого монастыря или же на сайте экзегет.ру. Такой же вопрос, как и в 72-м, поднимается в 36-м и 48-м псалмах. Ответ, предложенный в 72-м псалме, наверное, более глубокий, чем в других поэтических текстах псалтыри. Признание того, что только Бог, а не что-либо иное, и не кто-либо иной является главным благом для народа, это, наверное, то главное, что отстаивает псалмопевец в изучаемом нами тексте. Псалом имеет следующую структуру. 28 стихов можно разделить на микроподразделы. Первое. Утверждение, что Бог благ. Итак, второе. Сомнения псалмопевца из-за того, что нечестивые безнаказанно благоденствуют, не трудятся на тяжелых работах и ведут себя дерзко по отношению к другим людям. Они издеваются и распространяют клевету. В следующем подразделе мы можем выделить такую идею. В виде процветания нечестивых у автора псалма начинают закрадываться сомнения, не напрасно ли он себя подвергал различным ограничениям и обличениям ради сохранения чистоты сердца. Далее он говорит о том, как его остановил внутренний голос, удерживающий от предательства перед общиной таких же, как он, непорочных людей. Ну а также посещение храма, посещая который он убедился в бренности пути нечестивых людей. В следующем разделе мы встречаем описание нечестивых. Они стоят на скользком пути и в любую минуту могут потерпеть разорение и упасть в пропасть. Далее в виде разрушения их планов на жизнь. Псалмопевец осознает абсурдность своих возмущений и гнева, которым раньше кипел. В следующем разделе он следует Слову Божию, которое ведет его к славе. Устремление к небу ставит ни во что земное благо. И, наконец, в самых последних стихах данного псалма звучит утверждение, что Бог – это твердая точка опоры и подлинное благо. В отношении датировки данного псалма есть дискуссии. В данном псалме встречаются архаичные, редкие, древние слова. Но одновременно встречаются и арамеизмы. Слова, поизаинствованные из арамейского языка. То есть те слова, которые могли попасть в текст уже в послепленную эпоху. Псалом описывает противостояние между двумя группами людей одного народа. Упомянутый в первом стихе Израиль здесь отождествляется с людьми чистым сердцем. Они посещают святилище и составляют род сынов Божиих. Это внутреннее противостояние, внутренний раздел на благочестивых и неблагочестивых и самоидентификация благочестивых себя с израильским народом Уж очень и очень напоминает раскол внутри еврейского народа времен Антиоха Епифана. Это 165 год Дорожства Христова. Тогда при попустительстве первосвященника часть народных масс уклонилась в язычество. Внутри израильского народа произошла гражданская война. И мы сейчас знаем об этой истории из книг Маккавеев. Так называемое восстание Маккавеев, которое продлилось 3,5 года. Был оскоренен храм, и это послужило основой для разных апокалиптических чаяний и воззрений на то, что пророчество книги Даниила уже исполнилось. Так вот, эта параллель для некоторых ученых была и есть основанием для достаточно поздней датировки псалма. Для датировки середины II века Дорожества Христова. Однако, на этот счет следует заметить, что подобное отступничество среди представителей народа были и в допленную эпоху. Такие отступничества осуждает пророк Иоасия. И он ставит знак равенства между отступничеством и прелюбодеянием. Такие отступничества были и во времена пророка Ильи, который полагал, что он, наверное, вообще единственным остался верным Богу-израильтянином. Но Бог открыл ему, что он приберег еще семь тысяч праведников. Но что такое семь тысяч праведников, когда во времена Ильи одних только священников в Аалу было 450 человек? Указанный в надписании псалма Асаф был современником царя Давида. Был начальником музыкантов. Вполне возможно, он был руководителем оркестра. Некоторые исследователи, даже полагая, что, скорее всего, он был не автором, а всего лишь исполнителем псалмов Давида. Именем Асафа надписано 12 псалмов. Это 49-й псалом и 11 других, которые мы сейчас приступаем изучать. С 72-го по 82-й включительно. Они расположены, эти псалмы Асафа, в начале третьего раздела псалтыри. В начале третьей книги псалтыри. Ну и составляют особую группу, о которой мы поговорим в дальнейшем. Ну а сейчас давайте более детально рассмотрим содержание псалма стих за стихом. Первые три стиха. «Только Бог благ, воистину добр. В какой-то мере тезис первого стиха можно назвать символом веры. За вводным словом первого стиха «как» стоит частица, которую лучше было бы перевести или утвердительно «да, безусловно», или ограничительно «только, никто, кроме». Вряд ли эта частица «только» говорит о том, что Бог благ только по отношению к Израилю. Такое утверждение основывается на отождествлении израильского народа с праведниками, а язычников – с грешниками. Но такое не всегда было в истории Израиля. В настоящем псалме «только, вероятно, всего, относится к благости, которая присуща только Богу по определению». В первом стихе данного псалма становится в один ряд не «Израиль и чистый сердцем», а «благость Божия и чистый сердцем народа Израиля». «Быть чистым сердцем» значит не только быть свободным от намерения совершать грехи, но быть верным, целеустремленным в преданности закону Божьему. Следовательно, первую строку псалма можно прочитать так. «Да, Бог благ к чистому сердцем народу Израильскому». Или «Благ только Бог, и благ Он к чистым сердцем равно к народу Израильскому». Стихи 2 и 3 поднимают проблему социального неравенства. Благоденствие нечестивых вызвало, видимо, сомнение в вере у псалмопевца. Но он оказался достаточно честным, чтобы признаться, что и сам позавидовал успеху безумных, ослепленных страстью людей. Книга-притч советует сторониться сей недоброй зависти. «Да не завидуюсь сердце твоим грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». 4 и 5 стихи. «Нечестивые не страдают от боли, они полны сил, у них крепкое здоровье». Так об этом говорит 4 стих. Редкое слово, переведенное на русский язык, как «страдание». На языке оригинала означает «веревка», «узы». Образ веревки здесь используется в переносном смысле. Смерть не связывает нечестивцев, смерть их не пугает. Крепкие силы их буквально означают у них толстые животы. Это правда не говорит о том, что грешники имеют избыточный вес. Речь идет о том, что они сыты и здоровы. Поскольку они сыты и здоровы, они не страдают от боли. По пятому стиху нечестивцы избегают трудностей. Трудностей, с которыми сталкиваются другие, обыкновенные люди. ударами могут быть не только тяжелые болезни, но ударами по жизни для каждого человека могут быть в целом несчастья, проблемы, какие-либо бедствия. Из-за этого, из-за того, что этих ударов жизни нет у нечестивых, у них нет чувства тревоги. Стих шестой говорит о следствии всего описанного выше. Оттого, вот почему, мы бы так сказали бы, нечестивцев обуяли гордость и дерзость, буквально насилие. Последние сравниваются с ожерельем и нарядом. Ожерельем, как правило, служила цепочка из золота и драгоценных камней, которую носили на шее высокопоставленные люди. Эти люди не пытаются даже скрыть своей гордости и своего насилия. Вместо этого они без стыда демонстрируют над другими людьми свое превосходство, как будто насилие над другими является их достоинством, а не недостатком. Они этим кичатся. Яркий образ выкатились от жира глаза их дает повод для самых сатирических интерпретаций. Мол, их глаза смотрят сквозь кладки жира. Они стали настолько толстыми, что теперь глаза их просто выпучились от жира. Или жир закрыл им глаза, они ослепли свои жадности, стали бесчувствами, из их бездушных сердец рождается беззаконие. Как бы мы не интерпретировали эти слова, речь идет о том, что их роскошная жизнь привела к греху. Недобрые помыслы стали приходить им на ум. При этом не просто помыслы, а речь идет о каких-то экстравагантных фантазиях. опять же здесь употребляется очень редкое слово, древнее, которое означает изображение. При том такие изображения, у которых есть определенные очертания. Поэтому мы можем говорить, что скорее всего речь идет о каких-то злых, хитрых, недобрых намерениях, у которых есть совершенно определенные задачи и характеристики. Описание грешников продолжается в 8-9 стихах. Глагол, переведенный здесь как издевательство, в Ветхом Завете больше нигде не встречается. Они говорят свысока, высокомерно, полагая, что безнаказанно могут издеваться над другими. Они поднимают уста к небу, то есть произносят какие-то богохульства против Бога и гуляют языком по земле. то есть ведут какие-то злобные разговоры о других людях. Вряд ли в поэтической речи 9-го стиха можно усматривать какие-либо мифологические аллюзии и уподобление злодеев ненасытным монстрам, которые пожирают Вселенную. стих 10-й на древнееврейском языке выглядит достаточно туманно. Однако при обращении к септуагинте, к греческому переводу Библии, его смысл немножко проясняется. Вместо фразы «народ его» в септуагинте стоит выражение «мой народ». Следовательно, речь идет скорее всего о том, что «мой народ» следует их далеко не самому лучшему примеру. Псамопевец сокрушается, что божьи люди слушают, что говорят нечестивцы и слепо подражают их примеру. Пьют отравленную воду полной чаши. В надмении своем нечестивцы потеряли страх Божий. Об этом говорят 11 и 12 стихи. Они убеждают себя помыслом, что Бог не обратит внимания на их поступки. Как узнает Бог цель подобных риторических вопросов привлечь внимание слушателя или читателя? Конечно, Всевышний знает, что происходит. Однако автор псалма желает подчеркнуть, что в этом-то сомневаются злодеи. Нечестивцы без труда умножают богатство. Фразу благоденствуют в веки семь лучше было бы перевести им легко в веки семь. Они живут всегда легко и непринужденно. Накопление богатства дается дается им без каких-либо хлопот. У них нет проблем, они все богаче и богаче. За риторическим вопросом грешников следует риторический вопрос праведника. А не напрасно ли я очищал свое сердце? 13 стих. Говорит здесь напрасно потому что забота о чистой совести как ему кажется не принесла псалмопевцу никакой пользы. Омытые руки отражают убеждения автора псалма в своей невиновности в своей невинности. Он не заслуживает того наказания которое получает. Всякий день и всякое утро указывает буквально на каждый день. По-другому всегда. Каждый день ежедневно псалмопевец страдает каждое утро всегда он терпит обличение. При этом страданием может быть болезнь, а может быть и просто какое-либо иное несчастье. Главная причина возмущения его в том что грешных процветает а он невинный и непорочный страдает. Почему же Бог любви и справедливости позволяет такому случаться? Этот вопрос снова и снова задается в наши дни. В Новом Завете мы встречаем сюжет когда Понтий Пилат омывает руки. Это свидетельство об очень древней традиции. Пилат публично перед другими людьми выйдя на постамент скорее всего ему возливали руки из кувшина это как на архиерейском богослужении сейчас а он омывал руки. Кстати сейчас за архиерейскими службами в определенный момент вы увидите что тот или иной епископ поворачивается лицом к народу и в присутствии народа омывает руки. тем самым он видимо хочет подчеркнуть что он непричастен к греху на его руках нет следов крови. Вот этот образ омывал в неповинности руки мои он очень древний архаичный он означает в буквальном смысле слова это то что ни на моих одеждах ни на руках не было следов пролития крови. То есть руки мои я ополаскивал символически у меня не было необходимости смывать с них грязь нечистоту или кровь убийства. А потом этот образ стал использоваться как метафора и в поэтических текстах это достаточно распространенный образ. То есть тем самым псалмопевец желает подчеркнуть свою непричастность к никакому греху. Он равно не порочен он ни в чем не повинен его наказывают без вины. Псалмопевец сопротивляется искушению поднять ропот ропот о том что Бог не знает и не интересуется делами людей. Об этом говорят 15-17 стихи и здесь снова повторяется идея 11 стиха. Если бы он стал так рассуждать то стал бы в один ряд с предателями Божьего народа буквально предал предал бы род сыновей твоих. Сослагательные наклонения «если бы» и «был бы» говорят о том что псалмопевец все же не позволил себе такого кощунства. Вознося ропот на Бога он стал бы грешить и против своего народа. Род сыновей твоих описывает такой характер отношений среди чад Божиих который делает их одной семьей. Они дети по отношению к всемышнему. Они братья и сестры по отношению друг к другу. Принять сложившуюся ситуацию как данность уразуметь это было трудно для псалмопевца. Выбор в пользу смирения был не просто утомительной задачей но скорее даже безнадежной задачей пока он не вошел в святилище Божие. Там в святилище он видимо осознал какая судьба в конце концов ожидает грешников. Как это озарение пришло ему на ум здесь не сказано. Стиль повествования предполагает либо особое откровение от Бога в видении скажем или особое вдохновенное слово от священника. Возможно такой помысел пришел к нему на ум после участия в богослужении. Поскольку в исходном тексте словосочетания святилище Божие употреблено во множественном числе некоторые толкователи даже предполагали что речь идет о небесах на которые псамопевец был превознесен в каком-то видении в духе. Однако скорее всего здесь речь идет не о небесных жилищах Бога и уж тем более не о святилищах Бога святилищах Богов а об Иерусалимском храме. В восемнадцатом девятнадцатом стихах псалмопевец описывает как Бог накажет нечестивых их ждет разорение опустошение гибели ужаса они стоят на скользких путях и потому легко могут упасть в пропасть внезапно в одно мгновение уничтожается все что связано с ними смерть от ужасов это образ их собственной молниеносной ужасной погибели нечестивые будут жить не дольше чем образы во сне которые исчезают как только человек просыпается синодальный перевод второй половины двадцатого стиха вряд ли можно признать точным во-первых здесь речь идет о том что пробуждается Господь а не они во-вторых вместо слова мечты в исходном тексте стоит понятие идолы изображения и там стоит соответствующий арамеизм то есть арамейское слово когда Господь пробудется то отнесется к их изображениям к кумирам или фантомам с презрением презрит значит о них забудет в тексте септуагинта вместо инфинитива глагола пробуждаться стоит выражение в городе твоем видимо увидев в основании слова баир корень напоминающий понятие город ир греческие переводчики подумали что в стихе идет речь о попирании господом идолов нечестивцев которые были установлены в городе итак в греческом тексте речь идет о том что в городе будут под попраны идолы или по другому иконы в 21 24 стихах псалмопевец размышляет о том что он в прошлом переживал и о том что он сейчас сожалеет да раньше он был горько обиженным кипел от гнева внутренности буквально почки наиболее сокрыты от внешнего взгляда часть тела этим словом в поэтических текстах Библии обозначалась чувственная сфера человека то есть те мысли чувства которые у человека скрыты во глубине души терзалась внутренность моя буквально мои почки были пронзены означает я был шокирован до глубины души на душе у меня появилась сильная боль в 22 стихе псалмопевец описывает себя как глупого и невежественного еврейское слово глупость говорит о невежестве в силу необразованности он он был подобен скотам здесь слово бахома зверь скотина стоит во множественном числе бехемот отсюда русское созвучное бегемот значит был жестоким потерял человеческое лицо пред богом здесь на одной линии оказывается человеческое невежество и звериное упрямство псалмопевец сам себе признается в твоих глазах о боже я был просто как зверь я вел себя как животное несмотря на глупое поведение бог всегда поддерживал автора псалма в прошлом он этого не осознавал а вот теперь понимает что бог никогда его не отпускал бог держал псалмопевца за правую руку правая рука является символом чести и силы бог давал и дает наставление ведет псалмопевца его учение показывает верный путь выражение потом примешь меня в славу может пониматься по-разному еврейское слово слава кого-то не отождествляется в ветхом завете с небесами с местом где обитает бог однако греческое слово слава сияние докса которые употребили здесь создатели септуагинты может иметь намек на свет метафизический хотя данный стих не дает оснований утверждать что упомянутое здесь принятие в славу намекает на веру в воскресение или телесное вознесение на небеса но так или иначе здесь присутствует надежда что в будущем псалмопевец будет постоянно наслаждаться общением с богом слава намекает на сияние скрывающие бога в облаке в том облаке которое сопровождало евреев при исходе из египта такую славу видели ученики иисуса христа на горе преображения такая слава по мнению отцов исихастов 14 века является предвкушением предчувствием небесного царства божьей благодати 25 26 стихи пока господь с псалмопевцем он не желает ничего другого ни на небе ни на земле кто мне на небе этот вопрос не означает что небесах есть еще какие-то существа с которыми он хотел бы дружить скорее речь идет о том что иметь бога на небесах это предел человеческих мечтаний кто придет мне на помощь кроме господа он единственный кто мне с небес поможет поскольку у меня на небесах есть господь на земле мне заступники не нужны в 26 стихе основное внимание уделяется контрасту между слабостью человека и силой бога бог это мое вечное наследство и тот кто укрепляет мое сердце стих 27 начинается со слов ибо вот это выражение подводит итог сказанному выше эти слова можно интерпретировать как начало исповедания веры я уверен я точно знаю что нечестивые погибнут а праведники будут под защитой бога наслаждаться его присутствием нечестивые нечестивые это сторонящиеся бога и отступающие от бога сторонящиеся это те кто не следует его путем а идет своей своей стороной а отступающие этим словом как правило обозначались женщины уличенные в супружеской измене или проституции это те которые совсем от бога далеко ушли участь нечестивых не просто естественная смерть а уничтожение от рук божиих здесь делается акцент на принудительной досрочной смерти бог не позволит им долго жить в последней строке псалма его автор обещает прославлять дела бога бога на которого он возложил упование и к которому он регулярно приходит в храм на поклонение или если говорить библейским языком он приближается к богу то есть приближается равно приходит в храм на поклонение выводы радость выраженная в последних стихах 72-го псалма не означает что внутренняя борьба с сомнениями окончена что на все вопросы социальной несправедливости уже найдены ответы скорее нет чем да однако во время духовной брани автор псалма все же увидел присутствие божие он обрел бога или вернее сказать бог нашел его оказывается что он шел по жизни не один бог страховал его каждый шаг осознание этого стало тем личным откровением с которым он не мог не поделиться с другими людьми в стихах данного псалма итак сомнения и вопросы поднимаемые в 73-м псалме эти сомнения и вопросы не являются врагами веры задавая сложные вопросы и борясь с сомнениями автор псалма прорвался к новому пониманию того что на самом деле означает благость божия вопросы и сомнения таким образом не убили в нем веру но напротив стали катализатором для более зрелой веры в бога поскольку у нас немного текстов еще на рассмотрении я хотел бы в контексте данного псалма затронуть еще несколько не прямо но все же связанных тем ну как я уже говорил этот псалм с точки зрения ученых исследователей имеет внутренние противоречия с одной с одной стороны очень древняя архаичная лексика здесь очень много слов которые встречаются только в этом псалме и нигде больше в библии а с другой стороны видна рука редактора редактора который живет уже в какую-то послепленную эпоху и это подводит нас к тому что этот псалом был написан когда-то давным-давно но потом подвергался в процессе переписывания редактуры в какой мере в какой степени мы не знаем есть что есть и именно эта редактура она и подвигает современных исследователей его датировать временами антиоха эпифана потому что действительно очень трудно себе представить что в допленную эпоху мысль псалмопевца особенно если говорить о временах Давида могла идти по той линии что Израиль равно не просто народ Божий а часть народа Божия все же во времена Давида по преимуществу Израиль он отождествлялся со всеми людьми которые по крови являются потомками соответствующих колен потомками Иакова потомками Иакова здесь же истинным Израилем фактически называется часть общества следовательно это часть благочестивых других евреев которые по крови тоже могли себя называть израильтянами таковыми не называет такой внутренний раскол раскол ментальный раскол связанный с пониманием того что есть подлинное наследие божьих обетований оно укореняется уже после возвращения из изгнания то есть с 5 века вернее с 6 с конца 6 и потом укореняется с 5 века и так это первая проблема вторая проблема связанная с изображениями употребляемое здесь слово целем или в армейской форме цельма или цальма сейчас по-разному интерпретируется в протестантских деноминациях это общее слово которое обозначает идола идол кумир изображение в греческом переводе будет стоять слово айкон или айкон икона то есть в ветхозаветном мышлении все это это явление одного порядка в поэтической речи псалмопевца мы можем предположить что речь идет не о статуях этих нечестивцах а речь идет об их славе что они ну мы бы сказали бы современным языком создали себе политический образ в средствах массах информации то есть создали себе идеологический образ стали кумирами для народа и вот Господь он с пренебрежением посмотрит презрит на этих кумиров то есть не будет на них обращать внимание а раз он подател благ царь небесный и не смотрит на них то автоматически означает что они лишаются жизни благословений божьих у них все идет напролом все у них гибнет и разрушается так вот да есть существует проблема связанная с тем что мы сейчас следуя иоанну дамаскину разделяем во первых не только образ и подобие мы говорим о том что мы почитая образы воздаем честь первообразу обращаясь перед иконой с молитвой мы обращаемся к личности на ней изображаемого и следовательно икона тем отличается от картины что на ней есть надписание имя и она не претендует на фотографичность изображения того или иного персонажа или святого она претендует на символичность изображения его добродетельного жития которому мы призваны подражать итак в православном восприятии молитва перед иконой не равняется молитве иконе и поэтому сколько бы не было бы цельбоносных икон Божьей Матери нам не доска важна сама по себе а сама Божья Матерь и на вопрос к какой иконе молиться совершенно абсурдный вопрос бессмысленный потому что молимся мы не иконе а Божьей Матери и какую бы молитву вы ей не подобрали или в память о явлении иконы в Казани или в память о ее иконе чудотворной Владимирской это не имеет значения имеет значение направить все свои усилия внутреннюю энергию направить все свои силы чтобы обратиться к просьбе к царице небесной так вот в ветхозаветном мышлении о которое сейчас спотыкаются протестантские конфессии действительно это слово в своей содержательной части оно не разделяется и молитва перед изображением практически тождественно молитва изображения то есть если бы мы взяли бы икону Божьей Матери и перенеслись с ней во времена царя Давида то точно бы те люди сказали бы что это идол и что мы молимся и поклоняемся истукану делу рук человеческих поэтому вот я вам привел в качестве примера это место потому что оно обсуждается дискутируется но протестантствующие люди они как Лютер говорит на 7 стою и не могу иначе они не хотят признаться в том что православные христиане не поклоняются иконам и спокойно если икона устарела обсыпалась ее невозможно восстановить или как-нибудь печатная икона которую постеряли в нагрудном кармане эта икона может быть спокойно утилизирована где-нибудь на даче аккуратно с благоговением ее сожгли пепел под деревом положили и слава богу мы потому эти иконы уничтожаем чтобы они не пылились не становились частью домашнего хлама а уж тем более что потом ими не играли ни дети ни животные и потому это позволительно сжигать чтобы эта икона не стала предметом для игрушки а ребенок иногда бывает не понимая с чем он играет возьмет ручку начнет дрессовывать усы и бороду или глазки протыкать с точки зрения взрослого человека это будет даже называться кощунством а с точки зрения ребенка это просто неведение и невежество то с чем он играет так вот мы молимся личностям святых мы молимся Господу Богу в этом псалме я также опираясь на этот псалм хотел бы подчеркнуть еще одну важную идею важную и может быть пререкаемую для простого обывательского сознания тех людей которые посещают православный храм ну и хотят больше верить традиции чем смыслу вернемся к последним стихам 25 стих кто мне на небе и с тобою не хочу ничего на земле этот стих я вам истолковал как то что Бог является превысшей ценностью для псалмопевца если с ним Бог то ему ничего не страшно но этот же стих можно понимать еще по другому как приоритетность в молитве как приоритетность в том к каким заступникам и к каким ходатаям обращается человек если для псалмопевца никто больше на небе не нужен то отсюда возникает крамольная мысль а как быть тогда с ангелами хранителями как быть тогда с небожителями святыми ведь если прямо прочитывать эти слова тогда получается ему никто не нужен ему даже ангел хранитель не нужен ему нужен только Бог и никто иначе в какой-то мере мы можем сказать что с точки зрения иерархии это верно и большим заблуждением считается мысль что в первую очередь нужно помянуть всех святых которые существуют на земле мы им совершаем память в церкви каждый день молиться ангелу хранителю лучше побольше чудотворцам Николаю Пантелеймону Луке и как бы на втором месте стоит молитва Господу Богу но с точки зрения иерархии ценности по Давиду или Асафу кто бы ни был бы автором псалма главный предмет наших исканий Господь Бог сколько бы ни было у нас ангелов хранителей если не будет с нами Господа Бога все остальное ничто если с нами будет вся церковь но мы не будем с Господом это тоже ничего не значит потому что источник всего и святости и причина всего небожителей и жителей на земле это Господь и поэтому когда кто-то спрашивает сам себя или других а кому помолиться в том или ином несчастье и хочется очень быстро и легко ответить в зубной боли мученику Антипе проблемы с бизнесом Николай чудотворец что-то там у тебя как какие-то заговоры и чародейство кознь строят ну Киприану помолись но ответ с точки зрения автора псалма еще более прост и более серьезен надо молиться Богу Богу помолись в первую очередь возьми псалтырь подобный псалом или другие сам своими словами обратись но к никому либо еще а к нему всем своим устремлением души всем своим разумением всеми своими силами всеми своими чувствами вложи в эту молитву всю свою энергию расскажи ему все что у тебя есть на душе и от него взыщи ответ в этом псалме есть еще одна непростая идея та идея социальной несправедливости которая и поныне является камнем преткновения вы у людей сомневающихся именно так можно назвать тех людей которые яростно обвиняют Бога в природных катаклизмах холокостах или терроризме куда же смотрят Бог они говорят Бога просто не может быть потому что если Бог был бы он бы остановил или вот вы говорите о том что Бог благ милости заступает но давайте посмотрим кому на Руси хорошо жить если мы посмотрим кому сейчас на Руси жить то получается что действительно не украл не обогател и обогащаются те особенно в бизнесе которые или уходят от уплаты налогов или злоупотребляя своим служебным положением или имея какие-то связи получают особые преференции например льготная арендная плата при аренде государственных торговых площадей или какая-то особая охрана в виде джигитов из Кавказа которые подрабатывают в Сирии заодно и на каком-нибудь домодедовском рынке и там и там работу себе находят ну или другие какие-то вещи которые так или иначе связаны социальной несправедливостью и очень трудно убедить современную молодежь что надо быть порядочным вопреки всему что следует мечтать не о новом Бентли и не увлекаться фильмами в которых Иваночка дурачок лежал спал на печи удачно женился и жизнь преобразилась и стал он жить как царевич такой некий аллендалон современный который умеет танцевать на дискотеках заботится о своем маникюре педикюре хихихаха но не сидит дома с книжками над древнееврейским языком вот это проблема проблема в том как объяснить что сквозь всего этого прослеживается рука Божия как ни парадоксально псалмопевец дает ответ дает ответ между строк и он остается загадкой с одной стороны он говорит о том что бог держит его за правую руку а с другой стороны если мы посмотрим внимательно в какой момент наступило это прозрение 17 стих это прозрение наступает в храме почему можно только гадать ну вот он действительно нечто в храме переживает что дает ему ощущение или воспоминание о том что на самом деле бог был всегда с ним мы можем сказать что возможно встретился в церкви с добрым пастырем и о как хорошо было бы если бы и сейчас люди приходящие с сомнениями в храм встречали на пороге доброго пастыря но чаще всего они встречают свечницу и звон монет с тарифицированными пожертвованиями за свечи и записки но так или иначе даже в пустом храме и в наши дни бывает человек ощущает здесь не только божью благодать но и внутренний голос совести наверное вы встречались с теми людьми которые переступая порог храма после многих многих лет отсутствия начинают вдруг плакать и говорить я не понимаю почему у меня текут из глаз слезы и я даже не могу их остановить наступает какой-то эффект пробуждения внутреннего что-то вдруг начинает шевелиться и как будто бы цыпленочек из яйца начиная ступить стучаться точно так же и сердце как будто бы окок окрыто этим коконом переплетением или даже каменной скорлупой наших собственных страстей негативного опыта вот там просыпается огонь который пробиваясь через эту скорлупу дает нам осознание того что бог познается в опыте не в теории и вот тут с точки зрения псалмопевца важно представление об этой руке есть люди которые ищут сверхъестественных ощущений в храме они ожидают что после причастия им станет легко и просто они ждут чувственных ощущений но по псалмопевцу это внутреннее озрение оно сопровождается не столько с голосом совести но и еще и с исполнением заповедей всякий раз когда мы в псалмах встречаем образ рука божия которая меня водит попробуйте поставить знак равенства закон божий который меня водит не внешняя рука повело меня куда-то в нужном направлении интуиция но именно закон то есть тогда я руковожусь божьей рукой когда я следую заповедям божьим и тогда я понимаю что есть воля божия когда я вникаю в содержание божьего закона многие наши современники приходят в храм и говорят батюшка хочу знать волю божью я им говорю читайте библию да нет батюшка что вы читайте библию во первых она очень толстая во вторых хочу по другому вот как-то чтобы мне вот открылось я вот познала что есть воля божия обо мне выходить мне замуж или не выходить и тогда такой девице говорит тогда возьми ромашку и вырывай лепестки и вот так вот выходить не выходить выходить не выходить и последний лепесток и будет то что ты ожидаешь она говорит нет батюшка это же как-то нехорошо это лотерея воля случая тогда что ты хочешь первый вариант тебе не подходит и второй вариант а как ты хочешь чтобы разверзлась небеса оттуда облако и глаз небес глаголющий ты дочь моя возлюбленная в тебе мое благоволение но если даже апостол Павел слышу голос и не видел и окружающие апостола Павла спутники думали что это гром если Иоанн предтеча слышал и не видел а окружающие люди думали что гром с неба то как же ты благочестивая верующая христианка думаешь что ты больше чем Павел что ты серьезнее и аскетичнее чем Иоанн предтеча и вот прям достойно чтобы вот ночью в сновидении явилась тебе Божья Матерь с двенадцатими апостолами сказала дорогая моя выходи замуж все равно ко мне ты не спешишь вот столько тебе монастырей я предлагала и никакой тебе не устраивает там колхозная жизнь корова тебе не по душе там игумения дюжестрогая есть одни коренья и соленья заставляет там сестры какие-то уж слишком старые и немощные придется о них заботиться выходи замуж одна проблема Божья Матерь не говорит за кого а вот было бы так хорошо проснулась а вот у постели он уже стоит с кофе и с кольцами и говорит вот я вот за меня выходи а самое главное чтобы он был таким о котором я мечтала в трехлетнем возрасте вот как было бы идеально вот только ни разу в жизни не встречал того чтобы это сбылось может быть только в сказках Ганс Кристиана Андерсона ну тогда надо как Татьяна из Евгения Онегинова мечтать и ждать кого-нибудь а может быть тогда гадая на ромашке кто-нибудь подвернется только проблема в том что сейчас нет Татьяны Лариной не найдешь и семинаристы тоже мечтают о такой Татьяне Лариной а к сожалению у нас сейчас другие примеры и через год совместной жизни за этим старым генералом такая молодая Татьяна современная благочестивая православная христианка подает на развод говорит нет с ними жить не могу и старый генерал или молодой семинарист остается с ничем ну как же ты же сама говорила замуж хочу и тогда тебе все устраивало а сейчас тебе ничего не устраивает и ничем тебе не угодишь и главное что я во всем виноват ну тут уж я смыкаю уста и так есть такая проблема в том кому мы молимся и так по данному псалму по данному псалму проблема есть искушение есть препятствия есть посещение храма есть голос совести но в этом надо осознать увидеть и дальше не сомневаться что то озарение которое пришло ко мне в храме та благодать которую я почувствовал меня должна вести к чтению изучению и соблюдению библейского закона к верности слову божию если бог один раз сочетал то это я уже не должна разлучать по каким-то извинительным своим причинам ну впрочем это уже другая история конечно никого из здесь присутствующих в зале это не касается уверен это я так просто справки сказал для третьих лиц это не касается до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...